Жемчужина нашего города Сосновый Бор с каждым годом преображается и становится все чище. Это происходит благодаря существованию муниципального учреждения Конаковский Бор. За 10 лет деятельности организации и ее сотрудниками была вывезена не одна тонна мусора, а для жителей города появились игровые и спортивные площадки. О том, какие работы проведены в этом году, расскажем далее. На грядущий год муниципальным учреждением Конаковский Бор запланирован большой фронт работ. По результатам электронных торгов была выбрана подрядная организация, специалисты которой провели покраску и пропитку всех деревянных фигур. Произведен демонтаж гимнастических колец, поскольку конструкция находилась в аварийном состоянии и являлась угрозой для здоровья отдыхающих. Также была проведена противоклещевая обработка трав и кустарников вдоль центральных дорог. Директор Конаковского Бора Ольга Захурко напоминает, что обработка не является стопроцентной гарантией безопасности и не советует гулять вне дорог и тропинок. Наша организация выполняет все работы согласно нашему уставу. То есть это ежедневная уборка мусора, это содержание детских площадок, площадок для отдыха. На территории Бора находятся 60 урн, потом где-то 50 лавочек. Это все ремонтируется, что-то в негодность приходит, списывается, ставятся новые. Несмотря на все усилия работников Конаковского Бора, среди жителей города находятся неблагодарные люди, которые зовутся вандалами. В основном их деятельность заключается в разукрашивании декоративных фигур и табличек. Очень трудно потом избавиться от этих надписей непонятных. То есть это тоже дорогие работы. Это все надо счистить, закрасить, а оно все равно до конца не получается, чтобы ничего не было видно. Ломают. Ломают сейчас меньше. В основном вот надписи вот эти вандальные. Вдобавок к этому появился новый вид вредительства. Некоторые отдыхающие режут наполненные мешки с мусором, в результате чего уборщицам приходится делать двойную работу. Четыре женщины ежедневно, их утро начинается, это сбор и вот этих вот разваленных, этих мешков. Они со слезами на глазах, значит, собирают опять этот старый мусор, потом идут новый собирают. Хрупкий мир флоры и фауны нуждается в заботе и защите человека. Сотрудники Конаковского Бора призывают жителей и гостей города беречь окружающую нас природу, чтобы сохранить ее для будущего поколения. Сотрудники Конаковского Бора